Девушки отдыхают Опекуны Как живут дети тюрьмы? Какое будущее их ждет? И сможет ли рожденный в колонии ребенок быть для его заключенной мамы билетом на свободу? Хотела бы все, конечно, больше с ними находиться А также в каких ужасных условиях отбывают наказание их мамы? Смотрите прямо сейчас, только в секретных материалах Артем родился в Черниговской колонии номер 44 Ему один годик Здесь ему осталось провести еще два года В его случае именно столько осталось его маме до конца срока Дай Бог, мы выйдем раньше с тобой Елена отбывает наказание уже второй раз После выхода на свободу ее с ребенком на руках ждет нелегкая участь Ни денег, ни работы, ни мужа Отец ребенка от сына отказался Правда, папа такой оказался Ну, отказался Еще когда он беременная была Соседка написала письмо Говорит, Лена гуляет вовсю С детьми ему с детьми не нужна Среди осужденных женщин в этой колонии это не редкость Порвали отношения Будем сами воспитывать Со свободы Елене и маленькому Артему помогают неравнодушные люди Так как в тюремных реалиях полноценно содержать ребенка невозможно Тех крох, что дает государство, еле на еду хватает Ну, мне верующие помогают Потом женщина, Рябейкина, Алла, с Запорожья помогает Я вот написала, спасите мои души И она сразу откликнулась малому Передала памперсы, вещи попередавала ему Несмотря на то, что по освобождению Женщина вынуждена будет сама воспитывать сына Она не опускает рук Дитя в садик в первую очередь Устрою, сама пойду устрою Даже если пойду там двор мести Мне это, знаете, не стыдно вообще Не мести двор, не убирать туалеты Короче, я не стесняюсь ничего Главное, чтобы рядом был сын И все было с ним хорошо Таких женщин, как Елена, здесь семеро Все они, несмотря на заключение Могут жить в отдельном корпусе Со своими детьми Здесь у каждой отдельная комната С туалетом и душевой В комнатах тепло и уютно Условиями женщины очень довольны Условия хорошие Замечательные Даже на свободе такого, я думаю, нет Вот, как здесь Но корят себя за то, что жизнь детей Началась за решеткой Конечно, это же первый год Не виноват, что мы здесь находимся Мамы такие В двух женских колониях в Украине Созданы дома ребенка Здесь дети, родившиеся в неволе Могут находиться до трех лет Если к этому времени До конца срока Женщине остается не больше года Ребенка оставляют с ней В противном случае Малыша должны забрать родственники Если их нет Его ждет детдом Однако встречаются и те Кто жить с собственным ребенком Отказывается Ну, вы сами должны понимать Какие дети осуждены Тоже же разные Есть вот ответственные Как мамы у нас, да А есть не очень Ей проще пойти на работу Работать и сюда приходить Два раза в день Утром и вечером То есть погулял три часа И все с ребенком И вся ответственность Дом ребенка при Черниговской колонии Содержится за счет государства Но без помощи волонтеров Не обходится Верующие Пишем верующим Так общаемся На духовные темы Они помогают Вещи детские Ну, то, чем может Памперсы высылают Крема Кроме верующих Детям тюрьмы Помогают Общественные Организации Нам в агудине Организации Берут билеты Покупают Мы просто берем детей И идем Под свою ответственность Для того, чтобы дети Видели что-то другое Кроме мрачных Тюремных пейзажей Их иногда Выводят на прогулку В парке Особенно ходим Листья собираем То есть Желуди Шишки Белки Среди персонала Нет заключенных Ну, надо же как-то Их приучать К обществу Жена выйдет Сразу его в охапку На вокзал Там ребенок расплачет За что она с ним будет делать Быть мамой В этой колонии Не так уж и плохо За пределами Дома ребенка Атмосфера Не такая радушная В Черниговскую Женскую колонию Номер 44 Попадают Женщины Рецидивисты Для некоторых Зона стала Вторым домом И здесь я уже Большую часть Жизни своей Провела Мне 37 лет И Из них Практически 15 Я провела Здесь Это Ирина Два года назад Она тоже Жила со своим В доме ребенка Но когда Дочке Исполнилось Три Ее у Ирины забрали У меня ребенок есть Да Я не отрицаю Он сейчас находится В детском доме То есть Ему сейчас 5 лет Настя зовут Срок приговора Женщины 13 лет Дочка не осталась бы С ней в любом случае Когда меня садили И было всего лишь Только 4 месяца Сегодня В ее глазах Страх и растерянность Просто В уши не могу Просто Просто я не знаю Что делать Честно Ира утверждает Что в колонии Над ней Издеваются Заключенные И администрация Приходили На дизу Били И палками И дубинками И Настраивать Потом Осуженных Чтобы Осуженные Именно давили Били Якобы для того Чтобы она Признала Попытку побега Били За то Чтобы я Подписала Документы Я действительно Бежать С лагеря Собралась Заключенная Показывает Последствия Издевательств Я вскрывалась Здесь То есть Администрация Давит на меня Постоянно На попытки Суицида Внимание В колонии Никто не обращает И они Дело в том Что не регистрируют Хотя она Говорит Что Ко мне Милиция Должна Приезжать Если Я Режусь Допустим Скрывать Никто Ни прокурор Ни разу Не пришел Вот Психологи Со мной Провели Беседу Все На этом На этом Все Закрылось Попытка Закончить Жизнь Самоубийством Здесь Норма Здрасте У вас Жизнь такая Ну вы что Ну посмотрите Если вы не верите То это Ну у меня с 14 лет Вот уже 20 лет Этим Почему вы это делаете Ну как это Почему Ну были разные ситуации В жизни Да Ну Мы вообще спецотвор Это так называемый Карантин Пойдите пожалуйста В карантин Надо не выпускать Тут мы встретили Осужденных Нервы которых Также на пределе Мы очень рады Восвили Надеемся на вашу помощь Что может вот Благодаря вам Хоть как-то У нас Не будет вот этого Беспредела Который творится На лагере По словам Елены Начальник санчасти На работе регулярно Бывает в нетрезвом виде Начальник санчасти Она просто алкоголик Просто алкоголик Репутация администрации Здесь дороже Здоровье заключенных Я упала в бане Сломала руку Я разбила полностью локоть Меня здесь начали тягать Как бы сказали мне Что меня вывезут Только тогда Мне сделают Окажут помощь Если я напишу Что я упала Не в бане А упала Где-нибудь В локалке Чтобы прикрыть Извините За выражение Зад Начальника КБО Без жалоб Добиться лечения Здесь не получится Пока мы не пишем жалобы Ничего не происходит До сих пор Мы воюем санчастью Осужденные вспоминают Что из-за халатности Тюремных медиков Были даже Трагические случаи Были даже смертности Вот у нас здесь Девочка умерла Мамочка Стрига Она упала Она несла мусор Она упала Там на лестнице Ударилась почкой Она ходила Она под санчастью Под кабинетом Ночмеда Сидела Плакала Такими слезами Говорит Мне болит Они ей сказали Что якобы Что она косит Что она не хочет работать Она не хочет убирать В результате Эта девочка умерла Как и во всех Украинских колониях Здесь стараются Удержать рабочую силу И не отпускать По условно-досрочному Получить здесь Поощрение Нереально Практически нереально Здесь получают Только свои люди Из-за интервью В которых осужденные Говорят о проблемах Здесь тоже Могут наказать Я знаю Что просто Я говорю сразу Сейчас Мне будет пресс Мне просто будет За то, что я это все Рассказала Мне сейчас будет пресс Ну Мне сейчас могут И на ДИЗО закрыть Мне сейчас могут Какие Начать Последние вещи То есть Забрать вещи Сказать Еще что-нибудь придумать Какие-то нарушения Еще Ваня Вдумайтесь Раз в неделю Один час Кто не успел Тот опоздал На отряд Час То есть за час Должно там Сколько в отряде 80 человек За час должно 80 человек Покупаться В столовой Живут птицы Кушаем мы вместе С голубями В столовой Или они с нами Или мы с ними То есть кто впервые Да Антисанитария ужасная А это Обеденная порция Вот такой вот обед У вас жденных 44-й колонии Кажется, что все Очень жирное Это перловка И тушенка И тушенка Ну надо Вид так себе Честно скажу вам Заключенным Еда Вероятно Не по душе Вот никто Не ел Вот эту кашу Не знаю Видать не очень Смотрите Вот это застыло Это жир Некоторые И вовсе Отказываются Питаться в столовой В столовой я не питаюсь Кроме хлеба Я там ничего не беру Ну потому что Там нечего есть В Черниговской 44-й колонии Есть швейное производство В месяц Учреждения Зарабатывают 100-110 тысяч Зарплата Как и положено Низкая Я заработала Самое больше 83 рубля Но чтобы освободиться Условно досрочно Работать придется много Как бы не принуждают Но тем не менее Когда меня вызывали На комиссию В кабинет Сказали Если я не буду работать То Не будут нарушения Здесь мы живем Здравствуйте Но есть и те Кто на пребывание В зоне Не жалуется Это Наталья Я например Вообще Злостный нарушитель Режима задержания Там тут драги Там хранение Мобильного телефона Она отбывает Наказание Уже четвертый раз Эти нас Кидают на выживание И все что с нами Происходит Мы осознанно Сами к этому все шли Жалоб на условия Содержания У нее нет Еще там того По сравнению С тем Как было раньше Да То есть Потихоньку делаю Все там Ремонт И там Я не знаю Там в плане питания Там тоже все нормально Как и на администрацию Некоторые вещи Ей даже льстят То есть Где она свободится Со мной бы Я наркоманка Да Воровка Где бы со мной Еще поговорили На вы Ну для меня Это тоже Диспект Находясь в лагере Она не забывает Об обычных Женских вещах Ну дезодоранты Вот это Вот косметика У меня Все как положено Для женщины Ну как бы Все это нам разрешается Когда есть там Минута какая-то Доброты Туда там У нас есть клуб Я там часто выступаю Знаете Вы придете Реквизит Там вечерние платья Но с такими женщинами Хочется что-то Иной раз там вспомнить Платья Туфли Некоторые из этих Платьицев Женщины сделали Своими руками На конкурс Они обшивали Листьями Но все равно Это жалкое Подобие того О чем она мечтает А на свободе У Натальи Есть сын А это что за фотография У нас? Это у нас Сын? Да Сын тоже помогает И несмотря на Отсутствие жалоб Женщина хочет На свободу Поскорее Кто знает Возможно это и есть Причиной Отсутствия жалоб Мы блин Сами уверенно шли К тому что сейчас С нами происходит И как бы Вы жалеете? Конечно жалеем И здесь я уже Большую часть Жизни своей провела Ну как практически Все здешние Эта женщина Естественно Саму себя Оправдывает Ну почему я колюсь? Потому что трезвое Я не могу украсть Если я не украду Ну как Ну правда Я говорю правду Вот я не могу украсть Трезвое А если я не украду У меня ничего не будет Ну понимаете И вот так вот Государство Это виноваты уже те Выше стоящие Уже имея одну судимость Устроиться на работу И жить честно У нее не получилось Я вот освободилась Устроилась на молокозавод Вот они узнали Всех устраивал Вот они узнали Что я судима Все Наташа До свидания Вы нас не устраиваете Еще одна колония С домом ребенка Черноморская 74-я В городе Одессе Во время нашего визита У детей был тихий час В доме ребенка тепло Чисто и уютно По словам администрации Все это благодаря волонтерам Ни одежды Ни обуви Ни памперсов Ни мыломоющих Ни книжек Игрушек Ничего Ни ремонтов Ничего Все гуманитарная комната Государство выделяет деньги Лишь на питание И зарплату персоналу Дети и мамы Живут отдельно И приходить матерям Можно лишь дважды в день На два или два с половиной часа Чтобы зайти к своему ребенку Нужно пройти осмотр По словам администрации Это происходит так Как вы обыскиваете как-то их? Досматривать, конечно Как происходит? Могли бы рассказать нам осмотр Ну, руками досматривать Но год назад Нашим коллегам Из люстратора Рассказывали совсем другое Там есть комната Ну, просто темна комната Нас туда заводят По одному По три человека Я раздеваю Это близки Водки до гола А приседать зачем? Приседать Бо они думают Може мы десь еще засунем Я не знаю, как Чи правильно По людській гідності Людину Роздягти до гола И заставить присісти Это полный обыск И вот без присутствия администрации Заключенные подтверждают Что все осталось Как и прежде Там развиваться Приседать Вот как бы Высок Да, такое есть Одна из женщин Переживая за свою безопасность Попросила Не показывать ее лицо Она рассказала нам Ужасающие истории Когда ребенку было 12 дней Осужденная нянечка Подмывала Не попробовала Рукой воду То есть А в поле Напряжение Падает И ошпарила ребенка Ребенок месяц Пролежал в реанимации И не только ей Пришлось пережить Травму ребенка Утром Ее вызвали И сказали Что у ребенка Сломана рука Ребенок тоже Прошел в больницу Потом его сюда Привезли С гипсом И как бы С гипсом Он тут находился Где-то Ну, около месяца Все это Произошло на смене Одной и той же Заключенной няни Которая работает В доме ребенка Няню перевели С одной группы в другую Так она там и Продолжала работать Сейчас она работает На кухне Это как после Того, как отпекли Моего ребенка Вот это вот с рукой Это как бы Тоже случилось На смене той же няни Их мамы Не подарок Из-за них Они вынуждены Начинать свою жизнь Именно так И никто не знает Как она сложится После того Как малышей Заберут на свободу Платье за миллион У меня нет любимых Если вещь мне подходит Я не смотрю на ее дизайн Сколько ваших годовых зарплат Депутаты тратят на одежду Из элитных бутиков Раскрываем тайны гардеробов Украинских чиновников И Дональда Трампа Во что одевает свою жену Новый президент Америки Откровение дизайнера Побывавшего в гостях У миллиардера Если Миланья Могла одеть Комбинезон Ральфа Лаурена За 4000 долларов Или Майкла Корса То Иванка Одевала платье Собственного бренда Секретные материалы Про наряды власти И модельеров Для президентов Эксклюзив Смотрите завтра Сразу после ТСН